Вызвать такси в один клик? Сейчас есть разные тарифы на любой карман. Один из них можно назвать неотложным, ведь там обычный пассажир вмиг становится фельдшером. Действует он только в столице и только для работников скорой помощи. Они, кстати, из-за проблем с транспортом временно пересели на такси. О том, как улучшить работу служб экстренной помощи, говорили в парламенте. Свой депутатский запрос Донабек Исабеков начал со скорбного события в своей жизни. Летом и железмен потерял отца, который внезапно заболел. Пока он ожидал скорую помощь, его состояние резко ухудшилось. Вместо оположенных 15 минут при второй категории вызова медики прибыли лишь через полчаса. Это не единичный случай. Если бы скорая помощь приехала вовремя, можно было бы спасти от смерти многих наших граждан. Существующие нормы правил в большинстве случаев не соблюдаются. Иногда скорая помощь приезжает через час. Как это можно назвать скорой медпомощью? Правила и время прибытия скорой помощи утверждают в Министерстве здравоохранения. И согласно последнему приказу, при первой категории срочности врачи должны приехать не позднее 10 минут, при второй – до 15 минут, при третьей – до 30 минут. И при четвертой категории срочности время прибытия бригады может дотянуться до часу. Напомню, что недавно ввели небольшие изменения касательно последней категории вызовов. Теперь приезжать к пациентам в дневное время будет неотложка из поликлиник, а вечером и ночью – бригада скорой помощи. В целом для пациента все останется по-прежнему. Именно по времени доезда это находится в компетенции Министерства здравоохранения. И если наше министерство решит о том, что надо бы уменьшить, мы будем просто предлагать и говорить те условия, которые нужны будут для реализации этого. Потому что при уменьшении первой категории, допустим, с 10 до 5 минут, нужны определенные условия. И если эти условия будут соблюдены, ну, конечно, мы спокойно будем работать. Сердце всей службы – диспетчерское. Именно сюда первым делом поступает звонок от всех, кому необходима медицинская помощь. Обработка звонка и его передача бригаде тоже занимает время. И задача диспетчера – не только быстро оценить состояние человека по устным описаниям и узнать точный адрес. Мы обязательно обращаем внимание во все разговоры, слухи, крики, шепот, стук. Это шум тоже большую роль играет. Потому что бывают случаи, когда там драка идет. Например, мы уже слышим, что там идет драка. Тут же, соответственно, мы сообщаем старшему врачу и обязательно вызываем 102. Вообще факторов, влияющих на своевременное прибытие скорой помощи, очень много. Особенно в больших городах, где часто происходят заторы, перекрывают улицы во время ремонта. Но из таких ситуаций есть выход. Изучают статистику, частоту обращения, следят за движением бригад и открывают пункты базирования скорой помощи. Но иногда на время прибытия влияют и другие причины. Пробок очень много в столице. Стараемся всегда успевать, конечно. Иногда бывает и такое, что водители не уступают дорогу. Объезжаем, стараемся безопасно. Но все же трудная у нас работа. Днем можем проехать 100 километров, ночью и все 200 даже. Чтобы улучшить работу скорой помощи, депутат Данабекисабеков предлагает привлекать сюда бизнес-сообщество. Необходимо внедрить частный сектор в сфере неотложной помощи, повысить конкуренцию и тем самым положительно повлиять на сферу обслуживания. А еще нужно проверить работы всех бригад скорой помощи, выяснить состояние их транспортных средств и строго контролировать квалификацию специалистов. Свой запрос депутат адресовал министру здравоохранения Акмарал Альназаровый. Также он предлагает изучить мировой опыт работы скорой помощи. В пример мажористмин ставит такие страны, как США, Канада и Новая Зеландия.